Доброго всем дня! Итак, вы смотрите телеканал Самар Агиз, а в эфире сейчас программа «Хочу домой». Каждый раз напоминаю и не устаю это делать для вновь присоединившихся зрителей, для зрителей, которые ни разу не видели передачу «Хочу домой» – это программа о бродячих и брошенных животных, и о приютах, и о волонтерах, и в целом о насущных проблемах бездомных животных, и самое главное – о людях, которые пытаются эту проблему решить. Мы пытаемся вместе с волонтерами и приютами пристроить бездомных собак и кошек, и обращаю ваше внимание, что в нашей программе и после, между эфирами на канале Самар Агиз, выходят видеовизитки собак и кошек, которым нужен хозяин и новый дом. Ну, а в нашей студии сейчас гость и руководитель приюта «Хатти» Елена Александровна Борисенко и представитель очень редкой профессии, что в былые времена, а уж и в наше время, их в губернии буквально можно пересчитать по пальцам. И не более сотни, я думаю, в стране. Профессия – ловец. Хотя, наверное, официально всё-таки её не существует. Антон Владиславович Лознов, ну или просто Антон. Ну и, Елена, давайте поговорим, наверное, сейчас сначала о вашем приюте. Когда был создан приют? Почему именно бездомные собаки? Приют создан был в феврале 2012 года. Почему именно бездомные собаки? Наверное, потому что с детства любила собак, ну, в принципе, животных домашних, всевозможных. А во-вторых, что в 2012 году проблема стояла не менее острая, чем сейчас. И вот на протяжении всего этого времени работы хватает. Какое количество собак сейчас насчитывается в вашем приюте? О, 160 сейчас. Ну, это с теми собачками, которые приезжают по программе возвратной стерилизации. Это около 50 собак сейчас. Остальные – постоянные жители приюта, которые ждут годами своих новых хозяев. Расскажите немножко, какая методика вашей работы? И кто даёт вам деньги на вашу работу? Мы благотворительный фонд некоммерческой организации. Преследуем, как любая некоммерческая организация, цели – это улучшение морального облика общества. То есть в сфере животных, обращения с животными. Конкретно больше всего с собаками, наверное. Ну, в общем-то, это всё связанные кошки и собачки, любые домашние питомцы. Это ответственность. Это правильное отношение в обществе должно быть. То есть духовное развитие общества в отношении животных. Это воспитание молодёжи. У нас уроки добра, масса программ, маленькие и большие сердца программы, посещение приюта школами, образовательными учреждениями. Эта программа сейчас новая у нас, второй год – это ОСВВ массовая, которую мы пытаемся реализовать в Самаре в определённых районах на примере, потому что мы не можем охватить сразу большие районы в силу своей неготовности. Вот буквально на днях мы были в вашем приюте. Скажите, пожалуйста, территорию пока я смотрю очень так давно, ну, страшно смотреть на самом деле. Но хотя я смотрю, у вас идёт там по полным ходам идёт строительство. Расскажите, что планируется в вашем приюте? Ведь тоже как бы человек, когда заходит, он сразу оценивает сначала внешний вид приюта. Ну, внешний вид, да, у нас есть стройка и параллельно идёт работа. И параллельно мы существуем в двух сейчас подразделениях, по двум адресам. Это наше старое местонахождение и новое, где мы планируем увеличить количество животных, увеличить их площадь и комфортность содержания. Площадка для выгула планируется. Планируется построить ещё дополнительно для волонтёров территорию, чтобы люди могли, вот, собачники, приходить, получать удовольствие от общения с животными. Ну, это уже как больше клуб, да, любителей собак. И с животным тоже было бы полезно больше общаться с человеком. Социализация, выгул и прочее. Очень много в Самаре людей, которые любят собак, но наш приют делает акцент на то, что нужно не просто любить, а разумно подходить к этой проблеме и понимать, что не все любят собак, и нельзя принимать в сторону, допустим, людей, которые любят собак или которые не любят. Это абсолютно непересекающийся интерес. Ну, любит человек собак, ну, люби дальше, не надо навязывать своё мнение. Есть, которые не любят. Соответственно, ну, не люби. Ну, кто-то любит, кто-то не любит. Кто-то любит рыбалку, кто-то любит охоту. Это интересы людей, которые в обществе должны учитываться всеми сторонами. Смотрите, довольно-таки, ну, весьма такая жёсткая профессия, именно в моральном плане. Скажите, откуда вы берёте штат сотрудников? И кто у вас работает? Или это все люди из числа волонтёров? Нет, из числа волонтёров у нас, по-моему, никто не устроился на работу, потому что это определённая категория. Кстати, волонтёры, я, знаете, когда вот, по мере того, что я сейчас узнаю о приютах и о волонтёрах, в некоторых приютах говорят, что, знаете, иногда волонтёры нам мешают работать. Правда ли это? Так ли это? Нет, конечно. Волонтёры никогда не могут мешать работать. Иногда просто тяжело. То есть идёт только критика, а отделки конкретных нет от них. Ну, это не волонтёры тогда. Волонтёры приезжают помочь. Мы должны их направить, рассказать, как помочь. Если человек, ну, сам по себе и не хочет помогать, ну, это его выбор, то есть этот волонтёр, скорее всего, больше не придёт. Понятно. То есть, да, может быть, как принудительное волонтёрство присутствует, когда там от организации просто, ну, запихивают людей, грубо говоря, в такие общественные организации и заставляют их работать. Тогда да, может быть, они и будут мешать основной работе. Но это, я думаю, у нас такого, по-моему, не встречалось. Ну, может быть, если встречалось, польза от этого всё равно присутствует, человек как-то приобщается, может быть, пересмотрит какие-то взгляды на жизнь. У нас тоже воспитание общества, наши цели, они... Какая конкретно, вот там, какая-то физическая работа? Понятно. Ну, вначале я представлял ещё одного участника нашей беседы, Антон. Антон, необычная профессия, необычная, ну, скажем так, довольно-таки морально тяжёлая профессия. Но, вы знаете, я здесь на днях тоже попытался выехать и попробовать себя в качестве ловца. И сейчас предлагаю, прежде чем мы продолжим наш разговор, предлагаю посмотреть вот тот сюжет, который мне удалось снять, именно с бородячими собаками. В наше время в Самаре и пригороде насчитывается около шести крупных приютов со своей территорией и с десяток малых домашних на квартирах и в небольших домах. Большинство приютов породячих собак привозят добрые и сердобольные люди, которые находят их на улице, в щенячьем возрасте или в беспомощном состоянии. И только два приюта в Самаре самостоятельно занимаются отловом животных. Ловить собак и умерщвлять их, согласно 4098 федеральному закону, запрещено. Поэтому, поймав собаку, ловцы определяют их в приют. В нашем городе не так много людей, профессионально умеющих ловить собак. Это сложный, трудоёмкий и порой опасный труд. Мы решили поэкспериментировать и влезть в шкуру ловцов. Для того, чтобы поймать собаку, нужно как можно ближе к ней подобраться. Подойти к собакам, к бродячим собакам, особенно к особо большой стае, не так просто. Среди собак есть, так сказать, контролёры, которые следят за окружающей обстановкой. Вот посмотрите сейчас, все собаки спят, а одна собачка бдит. И если подходит чужой человек, а тем более с очком, сесть на собак оповестит всех остальных об опасности. Ну вот я сейчас попробую подойти к одной из таких стай. Ну, что получится, давайте посмотрим. Медленно, шаг за шагом, не торопясь, мы приближались к стае собак. Два шага и стоим. Ещё два шага и снова стоим. Итак, войдя в доверие, посидев минут 15, я подошёл уже совсем близко к собакам. И они сейчас не выражают какое-то беспокойство, лежат, отдыхают на солнышке, греются. И я попробую подойти ещё ближе. В конце концов удалось подойти не ближе, чем на 5 метров. Хруст ветки, и одна из дворняк вскочила с лаем, который, очевидно, на их собачьем языке означал «братцы, тревога». И всё-таки собаки не подпустили меня близко. И одна из собак предупредила, что подходит чужой человек. Залаяла, и они всей стаей переместились в другое место. Попробую ещё раз, как говорится, войти в доверие к собакам. Ловить собак не так просто, особенно тех, кто в своей генетике имеет повышенное врождённое чувство страха, пугливость или пассивно-оборонительную реакцию. Собака с крепкой нервной системой подойдёт сама. Такой поймать труда не составит. А ещё на доверие дворняк к людям играет общее поведение стаи и самого вожака. Испугавшись ловцов, стая уходит, но через некоторое время приходит на это же место снова. Подавляющее большинство собак, бродячих собак и стаи, они, естественно, территориальные животные. Они не так часто мигрируют. Если они занимают определённое место, то они живут здесь долго, пока есть кормовая база. Антон, я попытался подойти близко к собакам. Они, естественно, какие-то собаки подпускают, какие-то не подпускают. Кого вы в первую очередь ловите? Ну, тут нет определённого ответа. Хорошо, давайте я не с того начал, наверное, как вы стали ловцом. Ловец. Я вот изначально, как тоже, люблю очень животных. Я до этого работал с крупными животными, это с лошадьми, в конно-трюковом театре. Мне работа очень понравилась. Но это было в Калининграде. И поскольку я живу в Самаре, мне вот захотелось тоже как-то продолжить эту деятельность. И нашёл просто в объявлении, что существует такая профессия. Пришли, поговорили. Сначала, то есть, понятно, знакомство с приютом. И потом уже с самой деятельностью ловца. Антон, вы где-то учились на эту профессию. Вообще, где у нас учат на эту профессию? В самом приюте учился. В самом приюте. Что-то вот сейчас вы сможете рассказать тем людям, которые... Пришёл к человеку и говорит, я хочу быть ловцом. Могу. Уже поделиться каким-то своим опытом. Да. Ну, для этого вообще нужна физическая подготовка, довольно-таки серьёзная. Конечно, это быстрота реакции, потому что тоже свои пальцы жалко иногда бывает. Ну и, наверное, главное – это умение работать в команде, потому что одному кого-то поймать крайне трудно. Для этого нужно в идеале 4 человека, ну, 3. Вдвоём тоже это можно делать, но уже труднее. То есть, тут должна быть такая сплочённость. Как вот в футболе, допустим, это командная игра, так и здесь. Это тоже командная игра. Иногда бывает, что оказывается сопротивление и оказывается сопротивление со стороны населения. Правда ли это? Так ли это? Да, конечно, правда. Очень часто, да. Ну, каждый день, грубо говоря. Ну, или через день. А что, какое сопротивление? Почему? Они не хотят, чтобы ловили собак? Или не хотят, чтобы их забирали в приют? Или что они хотят? Тут, мне кажется, идёт непонимание, что происходит вообще. То есть, видят что-то делать с животными. Животное может перепугаться, начать кричать, потому что оно не понимает, ради чего и для чего это делается. И люди тоже это видят, пугаются, начинают тоже кричать. Они на старом опыте думают, что собаку везут на эвтаназию. Вот, и поэтому возникает эта реакция. Говорит, как душегубка, да, то есть, я сам помню, мы видели этот процесс, весьма такое грустное зрелище. Так, и дальше что? Про что? Про то, что ругаются? Да, да, ругаются. Ну, ругаются. Были моменты, что и пальцы уворачивали, и толкались. То есть, я вот не боюсь собак, я боюсь людей на улице. Собак с осторожностью отношусь. У меня есть такое мнение, что животное не может быть злым, оно может быть агрессивным, и с ним надо быть осторожным. А вот человек как раз-таки имеет свойство быть злым. Понятно. А сколько в день приходится вылавливать собак? И какой результат? Или есть какой-то план по вылову собак? Ну, иногда есть план, иногда он свободный. В среднем это порядка 15-13 собак. В день? Да. Какой способ вы используете? Что это? Вы, Лена, вы тоже же выезжаете на отлов? Я выезжаю с ними на отлов, как правило. Вот сегодня не поехала, и вот Антонс уже не поехал, бригада без него работает. Потому что с населением, ну, вот мне как женщине проще иногда найти общий язык, потому что есть прям ярлык, ловец, это тире живодер, убийца, страшный человек. Поэтому эффект толпы, когда это рынок, например, один начинает кричать, и вся толпа, ну, то есть тяжело вообще объяснить что-либо людям. Район вашей работы, где вы отлавливаете собак? На территории Самарской, городского округа или близлежащих районов? На территории самого города Самары мы не отлавливали. Мы, первое, который, район у нас появился по СВВ, это Кенель. Это самый первый город у нас в Самарской области, который прям в феврале уже прошлого года начал реализовывать ОСВВ активно. Потом появился Новокойбышевск, Чапаевск, Нефтегорск. По южному городу ловили, но там были очень маленькие такие договорчики, потому что у них с финансированием там все очень сложно. Такой тяжелый тоже район, южный город. Богатая Борскань, Алексейский район. А чем тяжелый район? Район тяжелый в плане доступности, как поймать собаку, то есть труднодоступные места для человека. И там большие скопления этих животных, размножившиеся. То есть если мы берем одну собачку, понимаем, насколько быстро она размножается. То есть наша задача – остановить производство вот этих бездомных собак, рост популяции. Ну, там можно много умных слов сказать, но по факту одна собака появляется, допустим, у собаки 8 месяцев. Вот вопрос, хорошо, вы сейчас сказали, размножается быстро. Насколько надо быстро реагировать? И вообще, что нужно для того, чтобы решить быстро эту проблему? Чтобы их стало меньше собак бездомных? Нужно в максимально короткие сроки поголовно простилизовать всех собак. То есть если это район какой-то, не граничащий с другими районами, допустим, поселок Мирный. Он не граничит вот так вот с какими-то населенными пунктами в близкой такой территориальной, в близости территориальной. Соответственно, стилизуем там собак, проблемы решаются быстро, минимальными деньгами это обходится. И дальше уже, если появляются нестерилизованные собачки, зоозащитники Мирного очень оперативно реагируют, стерилизуют либо по грантам, либо по программе. То есть это уже минимальные затраты и минимальное количество жалобных собачек. Но при том, что собаки все-таки, хоть и говорят, что вот они мигрируют, на самом деле, сколько я наблюдаю стаи таких собак, они постоянно живут в одном и том же месте, если их никто не прогоняет. То есть на самом деле миграция – это минимальная какая-то. Хотя среди собак, насколько я вот как специалист, я понимаю, что и видел, что собаки действительно есть бродяги, а не по шумому типажу бродяги. То есть они сегодня здесь пожили, потом я смотрю где-то там в том районе, потом смотрю еще где-то. Еще перебегают, причем на большое расстояние. Все зависит от кормовой базы. Вот кормят постоянно собаку в одном дворе один тот же человек, она оттуда никуда не уйдет. Она начинает охранять этого человека, она охраняет территорию, где ее кормят. Это нормальная собачья реакция. Да, это инстинкты. Поэтому люди должны прекрасно понимать. То есть есть собачки, которых никто постоянно не кормит, они бегают по всему кинелю, например. Их тут покормили, там кто-то увидел глаза такие жалобные, они умеют это делать. Тут, значит, одни люди, там другие. В разное время, то есть синхронизации никакой. Собака будет рада любому человеку. А кто, вам рада собака? Собаки. Ну, 50 на 50. Они вообще чувствуют, что идет человек, да, какие инструменты вы используете? Сачок. И все. Ну, палка-петля еще, поводок иногда. Поводок, да, сачок. У луга. То есть у меня в кармане всегда это поводок лежит. То есть если я вижу, ну, это уже, знаете, как на ощущениях собака, то, что она ручная. Я могу к ней спокойно подойти, надеть поводок и спокойно, то есть посадить в клетку, и мы ее увозим. Вот с некоторыми собаками, то есть мы как раз вот про командную игру говорили. Выходим, прорабатываем какую-то быстро на словах, на жестах стратегию, и уже производим отлов. Есть, были ли собаки, которых вы не поймали? Если у нас стоит задача, мы же по заявкам работаем. То есть у нас стоит заявка на собаку по адресу Майковского 82. Мы ездили полугодным, мы эту собаку поймали. У нее что-то там табличка? Нет, там есть женщина, которая панически боится собак. И она эту собаку провоцировала, она там появляется по этому адресу очень редко, в силу своей деятельности, да, посещает пациенту. И она подала заявку и вот боялась ходить. То есть у нас эта заявка все время красная, вот так моргала. Пока мы эту собаку не поймали, мы оттуда просто, можно было вагончик поставить и жить там. То есть эта женщина панически боялась эту собаку. А собачка, нормальная собачка, она сейчас в приюте живет, мы ее не можем обратно выпустить, потому что там есть женщина, которая боится, больше никто ее не боится. Ни дети, ни жители, все ее кормят, любят. Вот хорошо, что вы напомнили по поводу того, что собаки живут у вас. И давайте все-таки, я все-таки предлагаю посмотреть сейчас видео-визитки. И сколько собак вы можете отдать сейчас людям, населению? Всех можем. Всех. Имеющихся. И быстро набрать за два дня, мы столько же заберем. Понятно. Ну а я предлагаю, давайте прервемся на короткое время и посмотрим в видео-визитке собак, которых мы увидели в приюте-хате и которые ждут своего нового дома и доброго и любящего хозяина. Немного похож на экзотическую породу приар, в некоторых чертах смахивает на бобтейла. А в общем, настоящий метис. Очаровательный окрас, спокойный покладистый характер и необычная кличка – попович. Поповичу два года. Нашли в щенячьем возрасте вместе с братьями и сестрами. Известна мама, а кто папа останется тайной. Вот уличные собаки родились, большое количество щенков, в частности он, жили в норе. Люди стали ругаться, что очень мешали они. Забрали к себе всех. Многих разобрали, он остался пока у нас. Один раз поповича забирали на охрану участка, но больших способностей он не проявил, поэтому вернули обратно в приют. Попович надеется уйти из приюта в новый дом к заботливому хозяину. Немного адаптации, небольшой курс послушания, и Попович будет верным и надежным другом. Звоните по телефону 8-927-686-07-90. Беатрис приехала в юном возрасте из села Ягодное, которое находится под Тольятти. Местные жители нашли ее привязанной к дереву, измученной, истощенной. В приюте Беатрис живет уже 6 лет. Несмотря на свой возраст, очень хочет уйти в уютный, теплый дом. По характеру общительная, добрая. Немного воспитания и хорошей адаптации, и Беатрис не отойдет от вас ни на шаг. Звоните 8-927-686-07-90. Беспородная собака по кличке Сарабия очень хочет уйти из приюта. Сложная судьба. Нерадивые хозяева, голодное содержание, практически постоянный свободный выгул, вследствие чего драки и потери глаза. Ну а закончилось все это пожаром, в месте, где она жила, и пожарные спасли ее и ее щенков. В итоге все вместе были доставлены к нам сюда, щенков разобрали, так как очень красивые были щенки. Она пока ждет своего хозяина, также очень добрая, очень ласковая собака. Быстро привязывается к людям, небольшая адаптация, коррекция поведения для проживания в городских условиях, и у вас будет верный четвероногий друг. Сарабия очень хочет уйти из приюта. Звоните. 8-927-686-09-90. Метис по кличке Ника попала в приют в подростковом возрасте с территории одного из заводов из-под Новокуйбышевска. По характеру спокойная, немного недоверчивая к новым людям. Сейчас ей 6 лет. Очень хочет уйти из приюта в новый дом и к добрым и ласковому хозяину. Почему так долго она в приюте, очень сложно сказать. Наверное, потому что один раз ее неудачно забрали, хозяева не смогли найти общий язык. Ну, в общем-то, наверное, не пытались, потому что не найти с ней общий язык тяжело. Она настолько, как бы, коммуникабельная, что просто идеальная собака. Немного адаптации, небольшой курс послушания, и у вас будет верный и преданный четвероногий друг. Звоните 8-927-686-0790. Сколько нужно бригад вот на город, сколько нужно бригад на отдельные районы, на пригород, сколько нужно ловцов? Ну, мне кажется, если именно брать сам город, то это минимум 5 бригад, в которых будет по 3 ловца. Вот это, думаю, такое количество. Я тоже так согласна. Если мы хотим быстрый эффект и минимальное количество потраченных бюджетных денег, потому как они будут растягиваться. То есть эффект будет растягиваться, чем дольше эта стерилизация происходит. То есть пока мы эти стерилизуем, другие разные. Значит, увидели стаю собак, люди и жители позвонили, вы быстро в течение там суток приехали, правильно? Нет, не совсем так все происходит. Происходит все через администрацию. Администрация составляет заявки, но так как весь отлов полностью программы сейчас другая, с 2020 года, то должен быть по-другому происходить мониторинг. Как именно собак нестерилизованных. Насколько я раньше помню, сначала была заявка ТОС, ТСЖ, Дом управления, и Дом управления уже обращалась в какую-то специализированную организацию. Сейчас может любой человек обратиться в администрацию, администрация уже в специализированную организацию, с которой у нее договор или контракт, передает эти заявки. Сколько таких организаций по городу? У нас в Самаре работает наш приют, и приют Добрые люди. ТОС мы не берем, правильно ли, сейчас? Нет, да. То есть всего две организации. Всего две. Сколько получается, то есть нужно где-то по пять бригад каждой организации? Ну, может быть… Понимаете, я все пытаюсь понять, насколько быстро мы можем решить эту проблему, быстро стерилизовать собак, и выпустить их обратно в свою среду обитания? Тут кроме бригад нужно еще количество койко-мест, потому что десять бригад, например, наловит собак по пятнадцать штук каждое в день. Ну, мы посчитаем, сколько нужно их разместить, простерилизовать. Даже стерилизовать это не так проблематично, как вот разместить, ухаживать за ними. То есть это ресурс должен быть. Бывали такие случаи, когда вы берете собаку, стерилизуете ее, дальше везете на то же самое место и выпускаете ее, а она не идет туда? Да. Она не просто не идет, она бежит за машиной, мы пытаемся оторваться, она все равно бежит за машиной, в итоге мы забрали ее обратно в приют, она живет у нас в приюте. У меня вот собака, допустим, с отлова тоже, я ее к себе взял домой, мы были вот в кенеле, собаку гулял по рынку, то есть я ее поймал на поводок, посадил в клетку, она сидит в клетке, тоже хвостом виляет, что-то интересное происходит. То есть очень такой добродушный пес, я не понимаю, как он вообще оказался на улице, то ли это была раньше домашняя собака, то ли всю жизнь бездомная, но дома она себя ведет идеально, грубо говоря. То есть у вас тоже, сколько вы можете еще себе собак забрать? Ну тут, к сожалению, всех я не могу забрать, понимаете. Как часто вас кусали? Ну, бывало. Где-то раз в неделю это точно происходит. То есть это, все равно, насколько ты не будешь осторожным, собака быстрее тебя соображает, у нее быстрее реакция. Почему не используете ружье? Вот, да, люди говорят, ну почему вы, если сейчас современные способы, давайте используйте ружье, можно ли использовать ружье? Это жестоко. Нет, именно ружье с капсулами сонными. Оно очень все равно сильно удар производит по животному. То есть оно может пробить больше, чем нужно. Ну, то есть я к таким методам работы не готов. Ружье с шприцом, с наркозом, да, это в присутствии ветеринара, это огромное количество наркоза будет уходить. Нужно очень много людей, чтобы отследить, где эта собака уснет через 15-10 минут, то есть даже через 5-5 минут она убежит там за километр уже. То есть это, ну, в исключительных случаях мы используем трубку с шприцом в присутствии ветеринара, чтобы усыпить какую-то очень агрессивную собаку, которую, ну, по-другому никак поймаешь. Все-таки, как вы думаете, мы можем решать эту проблему в ближайшие, там, не знаю, 3-4 года? Я верю в то, что мы можем, может быть, я сильный оптимист, но, естественно, если зоозащитники власти и какие-то неравнодушные, может быть, даже жители этого нашего города с возможностями, помогут в строительстве тех же койко-мест, да, обустройство дополнительно, в приобретении дополнительных машин, да, для осуществления программы СВВ. Спасибо. Итак, наша программа завершилась, и мы призываем давайте решать эту проблему не только критикой, но и конкретными предложениями. Замечу, реальными, не просто сказали, и слова унесло ветром. И по поводу визиток, кстати, помогите, если не сами взять домой животное, то хотя бы разместить информацию по своим группам и социальным сетям. Вот это будет первая реальная помощь от вас. Нашу программу вы сможете найти в соцсетях. Забивайте в поисковике «Хочу домой». Программа бездомных и брошенных животных. Самое главное на телеканале, не забудь указать, на телеканале «Самара ГИС». Ну, а я благодарю наших гостей, которые сегодня были у нас в студии. И до следующего эфира. Я думаю, что мы с вами еще встретимся и не раз. И до свидания. Будьте здоровы.